здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на канале мистер мистер будет очередной выпуск ножевой лаборатории значит сегодня будет очередной тест тест сегодня будет достаточно необычный именно с точки зрения выбранного ножа потому что мы с вами сегодня будем тестировать вот такую версию откровенно и дисси ножа посмотреть какой тонкий у него обувь которая называется сок терминус и здесь надо сказать что есть еще один интересный момент дело в том что это не обычный терминус который вышел в прошлом году а это терминус 2021 года который фигурирует с индексом и лт е выделяет этот нож тот факт что в нем нет внутри стальных лайнеров лайнеры заменены на такую раму ну или лайнеры если хотите облегченные сделанные из карбона и собственно говоря вот именно это очень будет с одной стороны интересно как вообще в принципе подобная конструкция ведет себя в наших крайне не целевых тестах вообще насколько можно говорить о том что карбоновая рама вполне способна с точки зрения надежности прочности своих эксплуатационных свойств заменить стальные лайнеры вот это мы увидим в частности на этом небольшом ноже с другой стороны у нас будет еще один запрос мы посмотрим как выдерживают вот это знаменитое с огурское покрытие которую не сейчас используется на всех ножах работы по дереву какие-то такие работы ну более-менее столкновение с теми или иными сплавами посмотрим в общем как ведет себя покрытие но и самое интересное мы имеем дело с ножом очень небольшого веса который вполне может конкурировать с современными и dc ножами ну вот в том виде как их делают сейчас то есть сейчас принято делать ножи с относительно небольшими клинками и очень небольшим весом мы посмотрим насколько подобные ножи будут выдерживать нецелевые задачи потому что понятно что специально разработанные тактические ломики такие задачи должны выдерживать если они не выдерживают это скорее странно а вот как себя ведет подобный нож и dc давайте посмотрим начнем наши тесты ну первое с чего мы обычно начинаем это вот такая операбельность здесь конечно у терминусу никаких проблем нет как видите я его вполне комфортно могу поместить на край кармана главное клипсы попадать туда куда следует а то мне тут еще один карман слегка мешает но как видите нож довольно просто надевается довольно легко с кармана снимается с этим никаких проблем ну и по поводу конечно его открывания тут надо понимать что современная версия замка xr lock очевидно работает совершенно прекрасно учитывая что здесь есть ну по сути дела четыре разных возможности открыть этот нож ну наверно 4 не очень хорошо работает вытряхиванием его открыть достаточно трудно клинок слишком легкий но флиппер инерционное открывание с помощью оттягивания штифта ну и конечно же открывание за шпенек здесь она чуточку хуже чем это обычно бывает из-за конструкции замка но тем не менее она тоже здесь вполне воспроизводимо все работает прекрасно да теперь в перчатке попробуем то же самое рабочая перчатка механикс у меня в данном случае но тоже я думаю что видно что с этими способами открывания приведения ножа и убирание его одной рукой никаких затруднений нет это на самом деле очень такой положительный момент для ножа которым действительно работают потому что вот вопреки тем людям которые считают что да ничего страшного можно раскладывать нож вот так вот двумя руками ну надо понимать что иногда когда работаешь в неудобных положениях часто бывает что достаешься одной нож при этом ты уже что-то держишь что тебе необходимо отрезать и вот сама по себе возможность оперировать ножом на открывание и закрывание одной рукой она действительно бывает очень полезно у этого ножа с этим естественно все в порядке но так как это нож и дисси он не рассчитан на какие-то сверх экстремальные нагрузки и соответственно логика здесь в том что вот именно такие вещи замок как раз должен хорошо обеспечивать простая режущая работа рез пластиковой бутылки на весу давайте попробуем тоже именно как ощущение здесь конечно изначально у ножа большие шансы делать эту работу очень удобно потому что мы имеем дело с ножом толщина клинка которого менее трех миллиметров то есть здесь конечно надо сказать все очень управляемо длина клинка небольшая в общем подобную работу делать более чем просто и удобно на самом деле вполне очевидно предсказуемо но и посмотрите у ножа довольно высокие спуски то есть понятное дело что это не могло быть слишком уж неудобно следующий такая мелкая такелажная работа в руках на весу разрезание вот такого шнура но слушайте здесь конечно вот выше всяких похвал вообще я очень часто вот и на такие дисси ножи да еще с высокими спусками у которых геометрия именно направлена на то чтобы это нож был режущий вот так сейчас попробуем резать такой без натяга особенно тоже видите разрезается вообще без всяких вопросов то есть это ну в общем то вот их стезя такая вот мелкая работа то есть потому что это ножи которые в первую очередь на такую работу должны хорошо делать и конечно вот разрезание подобного шнура ну здесь просто получается идеально ну что шнур на пень будем на нем дальше остроту проверять а потом будем с вами смотреть в этот нож в более тяжелых работах давайте построгаем здесь уже у ножа гораздо меньше шанс потому что видите длина клинка у ножа небольшая но здесь немногим более 7 сантиметров поэтому этот такой действительно среднеразмерный нож и клинок сделан из стали s35vn знаменитой соговской ныне новой обработки но вы знаете я вообще бы сказал что для такого небольшого ножа мне то как нож строгает больше чем нравится это прям вообще прям действительно очень хорошо то есть большинство ножей как раз которые рассчитаны на какое-то более универсальное применение вот например тактические ножи и дерево вот так не строгают здесь конечно за счет того что очень не толстый клинок но при этом довольно твердый то есть ну прям вот я могу и вот очень аккуратненько как то вот так строгать совсем чуть-чуть не прям вгрызаться то есть делать такие серьезные строгательные движения видите стружка получается очень разный в общем очень в этой работе нравится как нож себя ведет ну и конечно не очень удивительное но все-таки довольно приятно это то что режущая кромка в данной ситуации вообще никак не повреждается но покрытие в целом мне лично кажется что только грязь пока появляется при этом замечу что строгаю я кедр ну то что у нас сибири кедром называют вернее так ну давайте теперь уже начнется работа для которой этот нож явно не был предназначен на это он в общем-то был в том что является его стезей ну а теперь батонинг так называемый попробуем пораскалывать дерево с помощью колотушки причем вот так здесь довольно небольшой клинок то есть будут некоторые геометрические сложности в этой работе но посмотрим как себя поведет слушайте ну пока вы знаете скажу так что вот именно только геометрия немножечко меня подвела в первом заходе давайте подальше попробую клинок затолкать но вы знаете в общем это прям здорово происходит прям слушайте но это прям блеск шика красота я думаю что в общем дальше эту работу повторять бессмысленно потому что здесь это не похоже на какое-либо нагрузочное тестирование то есть в общем ну да понятно что по покрытию идет вот такая грязь это мы с вами потом попытаемся обязательно отмыть посмотрим что из этого получится но должен сказать что клинок несмотря на то что он такой довольно тонкий он в этой работе ведет себя прекрасно ты знаете очередной раз убеждаюсь такой вещи вот очень на многих складных ножах говорят о том что толщина клинков менее трех миллиметров это плохо по той причине что это клинки которые могут ломаться при какой-то вот такой тяжелой работе однако справедливости ради хочется заметить что самые известные рабочие ножи компании моро имеет толщину клинка два с половиной миллиметра и с нормальной работой вот даже вот такой который мы сейчас видим вполне нормально сравнивается справляется надо сказать что терминус от компании сок тоже вполне приемлемо себя ведет именно в этой работе так дальше у нас с вами по программе такой традиционный ударный тест пять ударов будем бить ножом посмотрим как работает замок ударных нагрузках и можно ли им вообще делать подобную работу но пока по крайней мере я вот какой-то такой хлипкости ножа не ощущаю совсем думаю что с этим он справится прекрасно как и большинство ножей которым и таким нагрузкам подвергаем но протокол тестов есть давайте действовать ну знаете пока я бы сказал проблем не так никаких и главное конечно что вот это вот что замок но вот я пока каких-то изменений в характере его работы не ощущаю считаем тест пройден давайте работать дальше теперь что посложнее так теперь у нас с вами такая выборка дерева немножко на ударами наискосок ну хочу напомнить что у некоторых ножей на подобной работе замки погибают ну вот знаете я бы так сказал что с точки зрения надежности конструкция по каких-то проблем не чувствую у меня пожалуй только одна претензия ну чисто геометрическая небольшой это сильно нож чтобы им такую работу делать то есть немного неудобно в том плане что мне как-то рычага что ли по ощущениям не хватает вот именно в момент вламывания древесины то есть видите все получается но как бы так немного неравномерно ну а собственно говоря такая очевидная проблема что все таки это нож который не совсем для этой работы предназначен но тем не менее нормально уже пришлось побить как видите замок по-прежнему работает я пока каких-то серьезных изменений не вижу на давать кромку покажу как здесь это все дело выглядит вот я пока каких-то вот таких прям внятных изменений от подобной работы не вижу несмотря на то что нож тонко сведен несмотря на то что режущая геометрия но вот но вот может быть вот тут ближе кончик вот какие-то совсем такие мелкие какие-то моменты связанные с какими-то царапинами на режущей кромки пока что мне может быть и заметно но ничего серьезно давайте порезать еще попробуем посмотрим конечно но я думаю что вот именно с точки зрения потери рабочей остроты ну нет видите тут проблем вообще никаких нет может прекрасно справляется с резом шнурка данный момент это не очень удивительно конечно но тем не менее ничего неожиданного в общем с 35 вен работает именно так как она должна работать в подобной ситуации теперь такой тест по экстремальнее думаю видно зарубки от предыдущих испытуемых то наши тесты нерегулярно смотрят расскажу что здесь имитируется соскальзывание инструмента на алюминий при какой-нибудь работе бывает такое дело производители последние лет наверно 10 стали указывать в некоторых случаях что есть возможность что оборот нож может выдержать подобную нагрузку но мы сейчас это проект проверим как термайнус вообще себя в такой ситуации ведет ну кстати здесь надо заметить что компания сок ничего подобного о своих ножах не говорит просто хвалит свою современную криво обработку стали cpm с 35 вен но посмотрим по поводу ее твердости я думаю что мы вполне убедились что он нормально работает сейчас посмотрим как с пластичностью здесь дела обстоят на этом тесте 5 ударов ну то есть вот таких именно имитируем то что нож случайно соскочил но у нас сказать зарубки получаются такие прям действительно глубокие тут опять таки давать еще раз тонкое сведение ножа очень хорошо сказывается но посмотрите давайте я постараюсь вместе с вами поразглядывать но нет в общем в принципе я бы сказал что вообще абсолютное большинство ножей хорошо выдерживают подобные тесты но то есть это в общем некая такая норма для современных стали но иногда бывает конечно что можно увидеть что-нибудь неожиданное знаете я бы сказал так я думаю что мне отлично видно следы алюминия то есть по тем местам где наносились удары но я не вижу повреждений кромки ну и мне кажется что по всей видимости их здесь действительно и нет главное чтобы я мог это четко вам показать давайте вы будете смотреть я думаю что вам будет видно примерно то же самое что и мне немножко так на полях хочется заметить что часто так бывает что уже в монтируя подобные тесты я обнаруживаю что на режущей кромки все таки есть последствия какие-то хотя я говорю что нет тут нужно просто понимать что я при съемке смотрю это все дело как бы во первых с довольно неудобно для себя ракурс а во вторых все-таки через маленький экран камеры поэтому в этом отношении могут быть какие-то ошибки что-то может быть сказано что вам например явно видно какие-то такие легкие повреждения кромки а я говорю что вроде бы я их не вижу ну надо понимать что я это все-таки делаю онлайн но все-таки вот такая именно манера снимать тесты когда зрителю хорошо видно что здесь ну нож скажем так не перебирается не пересматривается она наверное более правильная более полезная с точки зрения информативности таких тестов так теперь у нас будет тест по разрубанию вот такого вот медного провода тут приблизительно 2 миллиметровый провод примерно так и мы будем с вами рубить с помощью колотушки я уже благодаря большому количеству снятых тестов точно знаю что разрезать ничего подобное не удается сейчас попробую с левой руки потому что часто меня стали последнее время упрекать что в кадре как то так это получается что не очень хорошо видно что происходит в этом моменте мы попробую держать нож правая бить левой будем надеяться что получится да не могу сказать что удобно в кадре это делать но ой тут я уже на ножа вижу интересное прямо скажем ну давайте провод то надо отрубить все таки до конца давайте наоборот сделаю нож возьму левой бить буду правой ну вот все провод отрубил я думаю вам хорошо было видно как улетела и давайте на режущую кромку смотреть потому что здесь конечно есть момент и достаточно неприятный вот он я думаю что ты на вот это то место которым я делал первоначальную рубку и как видите здесь мы наблюдаем прям такой заметный скол ну вот все таки я бы делаю эту работу советовал бы смещаться куда-то сюда потому что дорубить получилось без видимого повреждения вот на то место где дорубка произошла вот видите здесь след от медного провода но кромка совершенно целая буквально чуть дальше получился вот такой вот скол в общем очень неприятно но тестирование будем продолжать немножко конечно на полях хочется сказать о предыдущем тесте то есть мы с вами должны понимать что вот такие вот ножи с довольно тонкой режущей кромкой то есть тонким сведением они действительно склонны к получению сколов более того порошковая стали с 35 вен довольно таки высокая твердость для нее по крайней мере закалки но это вот часто может приводить совокупности с такой геометрик подобным результатом но тем не менее нож у вас из строя не выйдет просто скажем так его гораздо сложнее будет уже привести в полностью рабочее состояние то есть сделать ему придется уже не прав кого за . но теперь отдавать самое интересное мы с вами сейчас будем этот нож в дерево забивать имитация работы в качестве ручки ну и главное что конечно очень серьезное нагрузочное тестирование для замка знаете откровенно говоря геометрически что не нравится бью по клипсе как бы то есть это у меня все время в такой ситуации есть опасения того что там сейчас винт сломается то что винты то вот не обязаны быть какими-то сверхпрочные но но где-то до середины рукояти вбил поднять пень уже вполне могу никаких с этим проблем нет давайте посмотрим как замок работает здесь после вот такого но откровенно говоря пока проблем не вижу вообще обычно проблемы начинают возникать уже после выбивания поэтому ну что давайте нож выбьем аккуратненько для тех кто такие тесты смотрит впервые хочу сказать что это вот очень нецелевая нагрузка для ножа и нагрузка для замков складных ножей современных и я здесь не стремлюсь скажем так максимально сильно ударить а я здесь все-таки стремлюсь именно вынуть нож потому что когда его забиваю в дерево вынуть его руками я уже просто не могу так но работоспособность замка ух ты инерционно выбросить не могу ну-ка давайте перчатку сниму посмотрим нет это видимо какой-то эффект небольшое залипание там был от работы но в целом вот так замок я бы сказал что работает вполне приемлемо так ну что еще каких-то серьезных повреждений на материале рукояти я не вижу по моему все что вижу это грязь давайте люфты ну вот небольшой вертикальный люфт появился у ножа вполне возможно что можно поправить просто регулированием но вот знаете покажу такую вещь кадре если удастся ее конечно показать вот есть вот такой момент вот здесь на клинке в том месте где упорный штифт упирается появилась вот на фокус не могу поймать вот появился вот такая вот отметка скажем так очень заметно я думаю что и вам тоже я думаю что люфт небольшой связан с вот этим ну и вот так ножку в тип покажу ну люфт появляется знаете это тот момент когда честно признаться мне ужасно хочется прекратить тестирование просто по той причине что я отлично понимаю что подвергаю нож абсолютно не целевой нагрузки то есть надо понимать что термайнус это нож который компания даже сама позиционирует именно как дэйли то есть единственное почему он в этих тестах это потому что есть такое реноме компании сок что она делает очень прочные ножи ну так как у них у всех ноги растут из ножей которые придуманы были для тактического применения но термайнус это вот прямо один из наверно самых таких и десятишных ножей которые в принципе у компании в данный момент есть но тем не менее протокол тестирования у нас позволяет говорить о том что дальше у наши у нас идет совершенно варварский тест из класса построгаем гвозди что называется вот таким вот замечательным ножом ну как бы не делать этого никогда дома мы это делаем только просто для того чтобы вот такое затупление посмотреть что там вообще в принципе будет как себя ведет режущая кромка при вот подобных экстремальных нагрузках ну вот знаете скажу опять вот в отличие от многих других ножей тут прям сталь гвоздя она конечно гораздо более мягкая но она прям совершенно замечательно сострагивается то есть я прям вижу в эту маленькую такую стружечку которая тут есть но сейчас я его так стряхну и давайте посмотрим на кромку ну конечно прямо скажем тут на кромке вообще дела не очень вот видите что получается прям есть такое заминание кромки то есть да я бы сказал в каком-то другом случае что это будет очень легко поправить с помощью потом такой обычной правки то есть видите здесь кромка прямо немножко заворачивается и появляются такие мелкие сколы то есть в общем ну я бы сказал что издревле можно сказать последние лет десять я часто смотрю тесты и вот видно что у компании сок стали вот такого класса типа с 35 вен они закалены так скажем суховато вот так это принято говорить то есть в подобной нецелевой работе они ну вот появляются такие вот мелкие сколы и замины очень быстро очень легко но с другой стороны как раз именно в целевой работе это проявляется вот это свойство ножа проявляет качество этой стали положительно она все-таки для другого несколько придумано но тем не менее протокольный тест опять-таки ударка латушкой по гвоздю режущей кромкой но уже учитывая что у нас получилось с проводом можно догадываться примерно что будет после удара с гвоздем давайте примерно в то же самое место где уже тупил нож поставлю чтобы нам было четко видно есть какие-то изменения один раз хорошо ударю не делайте такого со своими ножами каждый раз такие тесты делаю честно говоря не очень хорошо себя чувствую ну собственно вот так фокус поймали вот вот это вот то место которым я ударил ну получается прям такой заметный замен он гораздо больше чем здесь то есть нож конечно нуждается в полной заточки такой действительно серьезно здесь нет каких-то повреждений которые не позволят этим ножом дальше пользоваться но тем не менее конечно вот в работе это будет проявляться именно вот так давайте к выводам переходить вообще на самом деле прежде чем снимать выводы я хочу показать что все-таки сейчас происходит с ножом вот после всех этих варварских тестов которые были именно с той точки зрения как он себя ведет в работе для которой он действительно предназначен пусть скоро уж я по протоколу пропустил вот эти вещи давайте попробуем вот все эти зазубрины как все-таки нож подобного типа будет резать вот такой просто немножко такой слегка вязкий материал утеплителя ну знаете я бы сказал так вот посмотрите рез возможно не совсем идеальный какой он был бы если бы я тестировал нож без подобных повреждений но вот этот момент очень хорошо показывает что благодаря своей геометрии просто вот тому что нож тонко сведен имеет высокие спуски достаточно острые углы он даже в таком состоянии режущую работу вполне выполнить способен то есть понимаете вот что мы с вами видим в данном случае да это требует немножко больше внимания само по себе разрезание конечно не идеальный потому что кромка достаточно сильно повреждена причем на достаточно большом участке поверхности но нож режет режет и вот это вот дорогого стоит на самом деле ну вот отрезание шнура то есть тоже опять же он эту работу выполняет и как видите шнур он режет достаточно чисто но хитрость конечно заключается то что ну мне приходится несколько больше усилий давать и немного что ли больше протягивать нож по шнуру для того чтобы отрезать его вот подобным образом но тем не менее нож справляется то есть несмотря на все проведенные тесты в своей целевой работе он продолжает быть вполне живым выводы всего этого хочется сделать такие ну во первых я думаю что все повреждения вы видели я поэтому пробегусь по ним совершенно коротко на самом деле какие-либо внятные повреждения нож получил только с точки зрения режущей кромки то есть смотрите на самом деле выглядит это сейчас данный момент вот тогда на режущей кромки повреждения достаточно серьезные мы с вами рассмотрели причем появляется не начинают ну скажем так несколько даже раньше чем у многих других ножей на тут все таки нужно заметить что это нож достаточно тонким клинком довольно тонким сведением и специфически закаленной сталью которая ориентирована именно в первую очередь на режущую работу такую вот именно миниатюрную скромную именно ту которая бывает в работе на каждый день у городского жителя скажем так то есть как бы нож который не предполагает что он какой-то очень прочный очень надежный давайте рукоятку покажу поподробнее потому что я вот этого не делал в моменте но вот обратите внимание что несмотря на всю работу колотушкой которую это рукоятка выдержала здесь действительно можно сказать что никаких проблем с лайнерами из карбона у нас данном случае нет то есть я абсолютно уверен что и на ножах такого более аутдорного толка где такая система уже применяется или будет применена с этим никаких проблем не будет а тем не менее вот такая система дает возможность уменьшить массу ножа ну там от 15 до 30 процентов зависимости от ножа на самом деле то есть масса действительно заметно падает ну и еще один важный момент который конечно наверно вот так вот лучше показать это посмотреть что по факту каких-то проблем с работой замка в общем-то не появилась то есть появился после работы вот такой вот вертикальный люфт я вот если честно признаться насколько его вижу то есть у меня нет четкого понимания что его собственно вызывает я очень сильно сомневаюсь что с ним удастся справиться просто затягивание мосевого узла но тем не менее вот люфт небольшой есть но это такой люфт который в общем-то в работе он не чувствуется ну скажем так то есть в российском ножовом сообществе люди вообще люфты не любят то есть вот такое чтобы было чтобы нож такое делал никому не нравится но вообще в первую очередь с функциональной точки зрения это конечно проблема того что иногда появляются такие люфты которые мешают ножом работать вот таково состояние терминуса после наших совершенно варварских тестов отдельно хочется добавить еще раз подчеркнуть тот факт что вот этот нож никогда не заявлялся как нож который способен вот такую экстремальную работу выдержать то есть это просто вот некое такое развеивание некого ощущения владельцев ножей сок который считает что любые ножи компании сок это что такое сверхпрочное ведь в конце концов они выросли из вот тех самых знаменитых тактических ножей этого производителя которые выпускали с самого начала с самого момента появления на рынке вообще подобных ножей терминус конечно ножки такой но тем не менее хочется здесь заметить этот нож выдержал то что ну в общем то некоторые ножи которые даже заявлены как тактически вынести не смогли то есть мы видели как ломаются замки скажем так появляются какие-то проблемы с их работой и прочими такими вещами здесь же вопросы только в работе режущей кромки которая в общем вполне очевидно что она сделана довольно тонкой именно поэтому выдержать ничего не смогла но и опять таки здесь хочется обратить внимание на то что все-таки действительно с 35 вен это несколько не то сталь которая заявляется ну как способная выдержать все то что мы сегодня делали и вот этот тест наглядно это показывает то есть я бы сказал так если вам этот нож нужен для какой-то такой действительно комфортно режущей работы в городе то терминус это отличный выбор потому что нож прекрасно работает покрытие кстати достаточно неплохо удержалась тоже здесь приятный такой момент в этом присутствует вот но если все-таки у вас в работе случаются вот такие случаи экстремальных действительно нагрузок то наверное вам имеет смысл выбрать какой-то более тактический нож ну который желательно тоже был проверен в тех или иных экстремальных тестах надеюсь что вам это было интересно с вами на канале мессер мейстер был заливаха пока автор и Продолжение следует...